Лида сегодня превратилась в одну большую культурно-спортивную площадку. Республиканский фестиваль в итоге объединил разные поколения. В программе целый комплекс семейных, культурно-образовательных, художественных и спортивных мероприятий. Юрий Корнилович продолжит тему. Сегодня на фестивале 25 площадок. От городков и шахмат до греблей и тяжелой атлетики. Все желающие могут не только прийти и попробовать свои силы во всех видах спорта, но и записаться в спортивные секции. Многодетная семья Тумилевичей на празднике в полном составе. Посещают разные локации и присматривают занятия по душе для своих младших детей. Мы пришли сесть своей семьей. Для каждого, даже для сына, очень можно, он еще маленький, выбрать какое-то направление, которое будет по душе очень интересно, познавательно. На каждой площадке для посетителей презентация. Здесь можно познакомиться с историей того или иного вида спорта, узнать о современных достижениях белорусских атлетов. На праздники именитые спортсмены и воспитанники детских спортивных школ. Детки, они находятся в таком возрасте, что им все интересно. И мы, взрослые, должны оказывать содействие в их развитии, научив, показав и рассказав про наши виды спорта. Гребля привлекает тем, что я попробовал, мне понравилось, очень люблю воду. Нагрузки большие, на соревнования все время ездишь. Фестиваль в Лиде проходит под знаком сразу нескольких событий. Нынешний год объявлен годом народного единства. Кроме того, Национальный олимпийский комитет празднует свой 30-летний юбилей. В программе форума также продвижение региональных и национальных брендов, достижений в спорте, науке и искусстве. Родителям, детям нужно показывать не просто по телевизору спорт. Нужно, чтобы они его попробовали на площадке. Основная идея, конечно же, объединения, показать детям, родителям, что спорт это все-таки прекрасно. Подружиться. Сегодня в стране много создано возможностей для того, чтобы развить таланты, желания развить. Это и культура, это и спорт. И вот этот сегодня фестиваль как раз показывает, что в стране очень много делается для того, чтобы у каждого по его желанию были возможности себя развивать. Не обошлось на фестивале и без сюрпризов. Для участников устроили олимпийский квест, позволяющий познакомиться с разными видами спорта. За выполнение каждого задания начислялись баллы, а победителям вручили специальные призы от Национального олимпийского комитета. Держи! Слушай любимую музыку! Поздравляю! Программа праздника насыщена не только спортивными событиями. Накануне прошли презентации современного искусства, образовательные семинары. А сегодня на главной сцене концерты, вокальные конкурсы и даже танцевальный батл. Спортивно-культурный праздник в итоге пройдет в шести городах страны. После Лиды его примет Орша. Юрий Корнелович, Виктор Бака, Агентство теленовостей.